Здравствуйте! Вы смотрите программу «Учимся дома». Меня зовут Владислав Изюменко. И сегодня вместе с вами мы научимся быть настоящими экскурсоводами. Узнаем все самое важное и интересное о нашем городе. К тому же совсем скоро вирус нас, надеюсь, покинет. К нам начнут приезжать гости и нужно знать, куда их везти и что показывать в нашем прекрасном городе. Во всем разобраться нам сегодня поможет гид и экскурсовод по Екатеринбургу Татьяна Масунова. Татьяна, здравствуйте! Добрый день! Ну и что же, я думаю, можно начинать. У нас уже есть такой небольшой спойлер на экране сзади. Мы сегодня разберем 10 локаций. Да, я хочу сказать, что мы можем воспринимать экскурсию как экскурсию. То есть это какое-то движение с получением информации. Но сегодня я хочу предложить тот формат, который подойдет абсолютно всем. Это прогулка. Мы действительно уже очень скоро начнем встречаться с друзьями. Мы будем принимать гостей. И вот наша задача, моя задача показать город так, чтобы все обзавидовались, что мы живем в самом красивом городе Урала. Хотелось бы сказать мир, планеты и так далее, но все же чуть-чуть уменьшу рамки. И что нужно для вот такой успешной прогулки, интересной? Вообще три составляющие. Первое – это хорошая компания. И вот те люди, которые будут устраивать эти прогулки, они за это ответственны. Хорошая компания, хорошее настроение – это первая базовая часть вот этого передвижения по городу. С хорошей компанией, да, действительно, можно хоть куда отправиться. Там уже и не важно будет, если что-то не так пойдет. Да, второе – это, конечно, красота, красивые виды, запоминающиеся виды. Ведь не секрет, что очень много нашей жизни мы сохраняем в смартфонах, в разных соцсетях, в Инстаграме. И вот эту часть сегодня мы с вами будем прорабатывать. Такое слово, конечно, прорабатывать. Но это действительно очень важная и интересная для многих сейчас часть. Проект называется «Учимся дома». И, наконец, третье – это интересная история. И я постараюсь тоже ответить на вот эту вот часть прогулки, которая тоже является залогом успеха. Итак, три составляющие. Хорошая компания, красивое место, интересная история. И таким слоганом нашего путешествия, вообще, наш город, вы знаете, что в нем проживает больше полутора миллионов человек. Город-миллионник, город-лимонник. И вот мы выжимаем город по полной. Отличная, да, ассоциация на самом деле. И сейчас мы как раз переходим к первой локации. Мыс Динамо. Вообще, в каждом смартфоне есть так называемые открыточные виды. То есть, и вот это один из таких видов. Почему для меня важен именно вот этот вид, это место, и почему именно отсюда очень удобно начинать любую прогулку. Здесь фактически все сосредоточено, что нам нужно знать о Екатеринбурге. Здесь потрясающий вид. Вообще, все место, оно отлично подходит для всех наших составляющих успеха. Это вид на городской пруд. Здесь множество локаций для интересных фотографий. Здесь место, где есть зелень, сквер, где можно начать вот такое неспешное погружение в городской ландшафт. И одновременно это место очень динамичное. Это спорт. Здесь постоянно можно увидеть спортсменов, красивые тела, что тоже для многих немаловажно. И, в общем-то, как раз вот эти все вещи, они дают в очень хорошую такую акцентную ноту. И прекрасно виден наш город, какой он разнообразный. Хотелось бы, конечно, отойти от штампов. Но те, кто будет гулять, кроме того, что он просто видит красивые вещи, он еще и может рассказать какую-то свою личную историю. Кто-то расскажет о том, что именно здесь стоят пушки, из которых стреляют во время салюта в день города или 9 мая. Кто-то расскажет про сквер, кто-то про Ельцин-центр, кто-то про здание правительства. Ну, а может быть, и не будут замрачиваться, просто будут наслаждаться видами. Ну да, потому что набережная наша, это вообще, я думаю, одно из самых прекрасных мест в городе. Вы правы, там открывается вид на вообще все. И особенно летом на закате там вообще прекрасно. Да, и вот здесь мне еще хотелось обратить внимание, собственно говоря, фотография тоже не случайна. Фотография и я очень неплохо вышла. И я думаю, что очень у многих вот этот задний фон будет создавать необходимый, модный такой и в то же время загадочный акцент. Вы видите, что это за здание, и, наверное, знаете немного о нем. Ну да, конечно, это один из самых, один из памятников конструктивизма нашего, знаменитого, уральского. Да. Вот. Это спортивный комплекс «Динамо». Да. И вот здесь вот обычно мы говорим уже для некоторых заученные слова «конструктивизм», «наше все». Но здесь тоже можно найти немало интересных историй. Это не только про личности архитекторов или про то, что Екатеринбург никогда не задумывался как город-порт, но в нем одно из самых лучших зданий, которое постоянно пытаются предложить как памятник мирового значения ЮНЕСКО, здание корабль. Вообще наш город, он состоит из контрастов, противоречий и вот каких-то странных таких вот вещей. Например, то, что спортивное общество «Динамо», ну у нас это воспринимается «Динамо», белое-синее, форма, команды, за которые кто-то болеет, кто-то нет. Но мы вернемся в 23-й год. 23-й год – это основание общества «Динамо», а основателем его было НКВД. И вот отсюда интересная история, что самые ключевые здания, важные здания времен конструктивизма в нашем городе построили как раз силовики. То есть, если мы возьмем «Динамо», городок чекистов, дом чекиста, все это вот такие вот вещи. То есть, самая консервативная, самая страшная для кого-то организация, она работала на какой-то момент. Ну, она и в принципе в целом не все зло, наоборот, очень много полезных вещей. Все это происходит. Все-таки мы не будем сейчас про силовые структуры, а скорее про контрасты. Что вот такая вещь, которую тоже можно вытянуть как историю из этого места. И вот мы с «Динамо» – великолепная локация. А следующее – это то, что можно здесь на набережной сделать. На набережной очень много мест для фотографирования, а здесь еще и одна история зашифрована. Ведь набережная тоже была разной в разное время, то есть наш город менялся. И кто-то может вспомнить, что на набережной когда-то на старых открытках можно было увидеть девушку с веслом, мужчину с отбойником и так далее. То есть, здесь можно играть с этими смыслами и историями очень и очень по-разному. Ну и следующая история – это высота. То есть, вот если мы с вами говорим о том, что наш город – это город с динамичной, город с интересной, контрастной историей, вторая история, которую тоже можно вытянуть отсюда – это то, что живем мы в самых низких горах, самых старых горах, но в то же время стремимся к высоте. И еще недавно эта история была исключительно нашей Уральской. То есть, ну, Москва, она как бы идет вне конкуренции, город – страна. И дальше за пределами Москвы Екатеринбург стал резко тянуться вверх. Это было и в 20-е годы, когда здесь планировалось, ну, в начале 30-х, планировалось строительство первого небоскреба, 40-этажного, с пристанью для дирижаблей. И это воплотилось сейчас. То есть, у нас есть несколько небоскребов. Что такое небоскреб? Это здание выше 130 метров. Первый небоскреб, кстати, был построен, бог ты мой, в 1885 году в Америке. Это было 42 этажа здания. Но потом уже строительство переходит в Россию, в разных местах строится. Особенно активно это Москва после войны, это знаменитые сталинские высотки. А уже в наше время вот появляются такие сверхпроекты. В Екатеринбурге появляется небоскреб-высоцкий, затем башня и сеть. Долгое время мы были вторым после Москвы городом по высоте. К сожалению, ну, для нашего эго екатеринбургского сейчас всех нас сделал Петербург. Слахта-центр, 432 метра над поверхностью земли, такое здание выстроено. У нас высота города 212 метров. И чтобы тоже люди могли что-то интересное сказать, когда их спрашивают, что за штыри наверху башни. На башне и сеть находятся не штыри, а медная корона. Ведь наш город, это как раз связано и с тем, что находится он на Урале, где очень много железа, медиа, разных вещей. И вот как раз от этих историй тоже можно всякие ниточки вить, те, которые хочется. Ну да, здесь, в общем, одна только набережная, чего стоит, уже столько всего интересного можно про город рассказать. Кроме того, людям очень нравится смотреть сверху вниз. И это второй момент, когда мы показываем город, можно найти какую-то локацию. Есть кафе на верхних этажах, есть смотровая площадка небоскреба Высоцкий, когда они будут открыты. Сейчас же наша экскурсия, ну, прогулка, она в основном ориентирована на те доступные достопримечательности, которые связаны... Следующая часть экскурсии, прогулки, которую стоит предусмотреть, это контрасты. Если мы только будем сосредотачиваться на открыточных видах, то наверняка гости скоро устанут, потому что скажут, ну, все, у них все хорошо, у нас, у нас все тоже очень хорошо. Ну, здесь фотография, которая была сделана на большом конном полуострове Куба на фоне старой электростанции, но не обязательно ехать где-то куда-то далеко. Можно говорить о контрастах, допустим, показывая хай-тек и затем показывая, допустим, модерн. Это на следующей фотографии мы увидим. Следующая фотография, это нам представит деревянный Екатеринбург, дом журналистов. Ну, и фактически о каждом этом здании можно что-нибудь сказать, а можно просто удивляться таким мощным бревнам и, например, прочитать, что здание находится на улице Клары Цеткин-1. И с этой улицей связана такая забавная история. Во-первых, с этим домом в нем жил человек, который возглавлял горное общество, основал его, работал в золотосплавочной лаборатории. И, ну, жил недолго, потом долгое время были коммуналки, и вот несколько лет дом занимает дом журналистов. Рядом тоже много всяких интересностей, часто там можно стенографию тоже, ну, в смысле граффити увидеть. Но я хотела обратить внимание на Клары Цеткин-1, это такая забавная история. Дело все в том, что, ну, у нас же все борется за чистоту названий улиц и так далее. Клары Цеткин здесь есть, потом она продолжается. И следующее здание по адресу Клары Цеткин, если я не ошибаюсь, конечно, могу ошибаться, это Вознесенская церковь. А вообще, по идее своей, Клары Цеткин мог бы быть назван храм на крови, потому что он как раз выходит на этом же пересечении. Ну, в данном случае просто я немножко разбрасываюсь, потому что всегда куча историй. И вот что касается вот этих контрастов, они как раз и делают любое повествование таким небанальным. То есть вот мы показали деревянный модерн, мы показали и сеть с ее стеклянными стенами. И дальше, следующая история, это необычные локации. Это как раз-таки для фото в Инстаграме, да, то, что мы так любим сейчас. Сейчас такая необычная вещь, это нижняя часть Макаровского моста на фотографии. И вот эти необычные локации, они действительно могут быть самыми разными. Чаще всего, поскольку предполагается, что на модную прогулку выходят люди мобильные, которым нравится проявление такие современные искусства, как какое-то искусство, нанесенное на стены, соответственно, очень много таких вот неожиданных мест для фотографий есть. И об этом я еще скажу, когда мы чуть дальше будем говорить про, собственно говоря, вот это свободное искусство, уличное искусство. Ну и вот дальше мы уже движемся. Это как раз одна из фресок, которая осталась с прошлого года от фестиваля стенографии. Тоже я хочу сказать, что очень часто необычные локации скрываются в подворотник. То есть это не только искусство, это могут быть, вот как, допустим, на Пушкино, какой-нибудь такой очень уютный двор, в котором великолепно выходит вот этот контраст между вашей красивой прогулочной одеждой и старыми, ну, уже натруженными, скажем так, фасадами зданий. Ну и мы движемся дальше. Еще одна необычная локация. Сейчас она очень популярна, но я все же предостерегаю тех, кто очень так любит активный продукт прогулки. Это академический. Очень много людей собирается в таких местах. Здесь, что интересно, это к теме контрастов. Это то, что от города, у которого очень-очень плотная застройка, ожидаешь, что ты постоянно будешь находиться в каменных джунглях. И ты раз, приходишь, и вдруг неожиданно город заканчивается. И вот именно эти элементы, конечно, в прогулке они придают вот такую вот свежесть восприятия. И обязательно, конечно, они к включению... Ну, для вас же будет это интересно и для ваших гостей. Это удивительно на самом деле, потому что я, если честно, даже не узнал. Я думал, что это за поле у нас в городе такое красивое есть. Это прямо за академическим, да, получается? Да, сразу за академическим. Это в той части водоем находится, небольшой церковь. Но все же надо чуть-чуть подождать, чтобы эпидемия ушла, чтобы не создавать риск для других людей. Там и так очень плотно, очень много людей живет. В академическом, да. Поэтому они все равно гуляют. Я к тому, что не нужно им добавлять еще свою инфекцию. Хорошо, давайте дальше двигаться. Движемся. И дальше мы говорим о том, город на вкус. Здесь речь идет о том, что когда мы планируем нашу прогулку, то, конечно, здорово, если мы поделимся с людьми не только какими-то видами и так далее, но и нашими секретными местами. И в такой прогулке супер, если задействованы все органы чувств. Можно специально предложить что-нибудь потрогать. Или, ну можно в перчатках, например, можно понюхать. Или же, кстати, это... Понюхать, можно пройтись мимо завода СМАК. Там такой запах около тюза всегда, что есть хочется моментально. Почел скупается. Кроме того, это такой бонус сейчас в пандемию. Она же рубит по обонянию. То есть чувствуете запах, значит, какая сейчас все нормально. Тесты проходить на коронавирус не надо. Да. Ну и, конечно, кофе. Кофе сейчас пока у нас идет на вынос, но тоже есть свои у каждого какие-то секретные места, поскольку, ну, чтобы никого не рекламировать, я свои секретные места не сдам. Но, во всяком случае, вы можете как раз дать возможность людям почувствовать город на вкус. Запастись кофе и устроиться на какой-нибудь лужайке. Ну и вот следующая наша история – это свободное искусство. Про лужайку тоже можно будет еще сказать. А вот про свободное искусство мы с вами говорим о том, что все органы чувств могут быть вовлечены. И вот такими вещами являются стрит-арт-объекты, когда мы можем что-то потрогать, что-то где-то повзаимодействовать. Вот, например, многие, может быть, большинство, те, у кого есть Инстаграм, знают, что такое хромакейк, кто-то не знает. То есть зеленый фон, чем он интересен, его можно всегда заменить на любую картинку. И, фактически, вот, сделав фотографию на фоне стены, которая находится на Толмачево, это тоже один из объектов стенографии, можно фантазировать потом все, что угодно себе представлять. Там, не знаю, вместе с Илоном Маском вы стремитесь куда-то там в космическое пространство и так далее. Да, но здесь про стенографию отдельно можно очень много рассказывать будет. И я просто хочу сказать, какие локации, где можно это встретить. Отличное место, где очень много работ разного времени, это двор Дома Печати. То есть со стороны Тургенева мы заходим и там, фактически, как по свободной галерее ходим. Да, типография уральский рабочий там же как раз-таки. Второй – это улица Попова, там на фасадах домов, ну, как Рекова, ну, мы можем ограничиться Байнера-Попова. И плюс еще это двор кинотеатра «Салют», бывшего уже кинотеатра, там постоянно идут творческие эксперименты, и отсюда как раз началась такая популярная стенография. Вообще стенография у нас проходит с 2010 года, а как искусство оно появилось, тоже очень интересная история считается. Конечно, на самом деле, я думаю, на заборе писали еще до 1942 года. Но в 1942 году рабочий из Детройта однажды написал свое имя и был здесь, на ящике снарядов. И потом, ну, вот тоже те, кто воевал, они стали писать во время бомбардировок на каких-то местах как раз вот это вот, повторять эту же фразу. «Килл Рой был здесь». А потом вроде как бы это все распространилось по всему миру, но в смысле, что это может быть частью искусства. Это уже пошло из 50-х в 60-е и дальше, и дальше. Там появились свои течения и так далее. Но у нас стенография проходит с 2010 года. Это тоже одна из таких очень-очень важных сторон жизни Екатеринбурга, потому что таким образом мы показываем и важность искусства, и его уязвимость, и то, что любая вещь, любое место может быть представлением каких-то идей творчества и свободы. Ну да, это фестиваль, я думаю, прогремел уже не только на наши все российские города, уже и на весь мир. Ну, Европа, наверное, знает точно. К нам же приезжают иностранцы, чтобы в нем поучаствовать. И таким образом у нас фактически международная галерея, доступная даже в эпоху коронавируса. Ну и вот дальше мы движемся уже у нас. Седьмая локация – это Новый Екатеринбург. Это для тех, кто боится еще ехать в Москву. Это наше маленькое Зарядье. Мост, вы видите, парк. И это самое популярное место сейчас для тех, кто… Для инстаграмеров. Потому что постоянно здесь это можно все так… Там действительно очень красиво. И красиво, и вот разные фактуры. То, что как раз очень красиво получается. Брусник. Ну, рядом Кандинский тоже вот этот небольшой парк. Ну и здесь тоже возможность рассказать о том, что Екатеринбург – это действительно город, который постоянно меняется, и в котором очень много таких прорывов. Ну и, например, вот объект Нормана Фостера. Это главный офис русской медной компании. Чем это все интересно? Оно нам ничего не говорит, если мы просто, ну, перечисляем. Ну и Норман Фостер. Как, как Норман Фостер? Ну, какой-то архитектор известный. Ну, когда мы углубляемся в идеи Нормана Фостера, как он формировался как архитектор, ну, просто очень круто. Это один из первых основателей экологической архитектуры. Это… ну, и вот эти здания, они нас переносят, делают мостик между нами и многими странами. То есть мы можем увидеть какие-то очень отдаленные аналоги в Америке, в Лондоне, в Мадриде и так далее. И так получилось, что Бюро Нормана Фостера, хотя и предлагало свои проекты для Москвы, Хантамансийска, реально вот только у нас этот проект уже практически сдан под ключ. И он тоже очень… ну, вообще, на самом деле, почти все люди реагируют на эту архитектуру. Ну, для кого-то она непривычная, поэтому сразу идут такие, что это там, остроили здесь. А кто-то говорит, боже, у вас это здание, как хорошо. Ну, каждому свое, да. Ну, и я просто о том, что, конечно, мы, когда гуляем, мы ориентируемся на… Это же компания, это же друзья наши, поэтому мы ориентируемся на то, что интересно им. И следующая история, восьмая история. Конструктивизм. Конструктивизм – это, ну, так долго мы не будем говорить, потому что на самом деле это надо видеть, это надо в это все вникать. К счастью, некоторые объекты конструктивизма у нас приведены в порядок. Будем надеяться, что их будет больше. И чтобы посмотреть конструктивизм Екатеринбурга в центре города, достаточно пройти по проспекту Ленина. И, ну, частично еще завернуть на Малышева. И тут мы как раз можем увидеть городки. Городок юстиции, медицинский городок. Это в самом начале улицы Ленина и Малышева. Затем городок чекистов, дворец связи. И вот это заставит, я думаю, нас задуматься, что же это была за архитектура. То есть здесь опять-таки эти идеи, которые в нее вложены. И для меня, честно сказать, открытием, каким-то своим осмыслением конструктивизма, кроме того, что это много воздуха, много там какого-то пространства, стало понимание, как действительно впервые люди научились жить в социуме, взаимодействовать огромными количествами людей. Потому что раньше взаимодействие осуществлялось или в городской элите, или вот на каком-то таком горизонтальном уровне. Здесь все перемешалось. То есть люди научились жить в многоэтажных домах, люди научились посещать какие-то вот такие вот коммуникационные пространства. Ну да, действительно, вот социализация, то, о чем вы уже сказали. Ну и, конечно, те идеи, которые в него заложены, интересно тоже, что конструктивизм – это треугольник, прямоугольник, круг. Как раз вот из этих вот объектов Родченко предлагал укладывать, как раз, ну, создавать какие-то конструкции, связанные с воплощением этих идей. Ну и это, конечно, можно вылить в целую там какую-то историю лекцию, но для нас самих почему это важно? Если мы не полюбим конструктивизм, то что нас отличает? Нас, к сожалению, отличают не купеческие особняки, которые очень классные и которые нужно сохранять, но они очень похожи на многие в других городах. Нас отличает конструктивизм, но, к сожалению, многие просто не любят его, чтобы любить, нужно понимать, находить свой собственный смысл, и тогда мы сможем транслировать эту нашу эмпатию. Я надеюсь, что когда-то, надеюсь, еще здания до этого времени доживут, мы будем говорить «Да, да, это наше все». Не только та небольшая прослойка, которая уже к этому пришла, но и большинство жителей Катеринбурга. К сожалению, да, пока мы это все имеем, многие не ценят, а вот, не дай бог, если что случится, тогда, наверное, все и начнут говорить, как было хорошо. Ну и вот мы уже движемся плавно к финалу, и здесь мы говорили все время о модном Екатеринбурге, но мне хотелось остановиться и на том, что, ну, во-первых, среди ваших гостей могут быть те люди, для которых важны традиционные ценности, или которые любят переключаться из большого города в какую-то вот такую… Уютную более среду, ну да, скажем так. Природную. И в природную тоже. Здесь собор Александра Невского – это одна самая, наверное, красивая церковь в Екатеринбурге. Но здесь нужно, конечно, понимать, что если вы гуляете с такой веселой молодежной компанией, может быть, вам… Ну, вы можете погулять, но знайте, что там будут определенные ограничения, которые могут кто-то из ваших друзей не поддерживать. Татьяна, я вот что-то опять не помню, а где это у нас находится? Это зеленая роща. А, это зеленая роща. А то я смотрю и никак не могу признать место. Вот видите, даже я плохо знаю. Это просто по-другому сфотографировано сбоку. Я просто хочу сказать, что действительно, такие объекты, они требуют определенного сосредоточения и определенного настроя. То есть просто так лучше и не ходить, можно просто посмотреть внешне. Но, допустим, есть люди, для которых это важно. И здесь тоже свои фишки. Например, про вот этот храм, особенно в контексте, если у вас будут иностранцы, которые любят эту культуру а-ля рюс и так далее. Вот в четыре часа начинается молитва. Ну, в смысле, если люди настроены серьезно и так далее. И поскольку здесь монахини как раз поют во время богослужения, это просто очень красиво. Завораживает. Завораживающее такое чувство. Но я специально выбрала не то, что у нас постоянно перед глазами, то есть храм на крови, к которому разные отношения. Мы его все равно увидим. Он виден прекрасно из разных точек. Историю храма, всех этих событий тоже, она доступна. И чаще всего люди ее уже знают без вас. Да, я думаю, да, многие уже это знают как раз. Те, кто гуляет. И мне хотелось как раз показать какие-то неочевидные вещи, которые, может быть, где-то в стране находятся. Ну и завершаем мы нашу историю тем, что Екатеринбург – это динамика и спорт. Особенно в последнее время. В последнее время, когда все, видимо, насиделись уже дома, я вижу невероятное количество людей, бегающих, подтягивающихся, играющих в теннис. Ну это вообще очень я радуюсь в этом плане за нас. Да, и вот я хочу сказать, что тоже у нас же есть воркаут-площадки в разных местах. Причем они сделаны в таких, ну допустим, у Космоса, у Дворца молодежи, в разных районах города. Сейчас на карте 2ГИС они даже обозначены. Ну они и так были обозначены, но там специальными значками обозначены воркаут-площадки. И здесь можно, опять же, показать людей, которые красиво прокачивают свое мускулистое тело, или самому позаниматься. И как раз вот хочется, чтобы люди собрали от Екатеринбурга впечатления, такие как красота, динамика, какая-то неоднозначность, то есть вот эта контрастность. И, конечно, вот последний слайд, он как раз говорит о том, что наш город столб света выходит. Он как раз такой современный, двигающийся постоянно, динамичный, в котором есть история, которая тоже здесь все, ну, которой многое что пронизано. Но в такую прогулку, которая обычно занимает где-то 2-2,5 часа, может войти вот самое лучшее о Екатеринбурге. Да. Татьяна, большое спасибо вам за то, что поделились вашим вот таким авторским маршрутом. И, знаете, мне кажется, самое классное в этом маршруте то, что, да, вы сказали, можно и за 2-2,5 часа пройти, но если начать углубляться, можно ведь и на неделю растянуть это все. Можно там, допустим, конструктивизм уехать и на Уралмаш смотреть, можно ходить кофе пить вообще отдельный день, потому что кофейная индустрия у нас, дай Боже, развита вообще прекрасно просто. Поэтому действительно уникальный маршрут, и я всем рекомендую его сохранить, взять на заметку, потому что, друзья, у нас очень многогранный, контрастный, интересный и вообще невероятный город, который мы все очень любим. Давайте его показывать во всей красе, чтобы все понимали, в каком классном месте мы с вами живем. А мы же с вами прощаемся и увидимся в следующих выпусках.